Включение бывшей дочерней компании Газпрома, Газпром Германия, в санкционный список Российской Федерации обойдется потребителям газа в Германии в жалких, это был сарказм, 5 миллиардов евро, пишет немецкая газета Welt am Sonntag. Издание сообщает, что компания, которая находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ, теперь вынуждена закупать газ на рынке по новым контрактам, а не по выгодным, это еще раз был сарказм, который существенно дороже предыдущих. В конечном итоге это, конечно, и безусловно, ведь немецкие большие чиновники себе зарплаты уже подняли, пока Олаф Шольц попросил бизнес прикрутить простым бюргером, обернется ростом цен и ляжет на плечи конечных потребителей газа, говорится в статье. Так сказать, современный бизнес по-немецки, где-то далеко в другом мире плачет господин Мавроди, а где-то на Кипре умилительно смахивает слезу ностальгии по славным былым временам, которые теперь ждут Германию, конечно, гражданин Чубайс. Впрочем, это так. Заметки на полях каприз художника и нового канцлера Германии, кто уже изъявил желание направить деньги немецких пенсионеров в бездонные карманы оружейных контор США, что умеют делать очень, очень дорогие и крайне ненадежные истребители самого-самого пятого поколения. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился включить оборудование российско-немецкой орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр РГ» без учета мнения Берлина. До недавнего времени свою часть этого грандиозного проекта товарищи из ФРГ отрубили со словами «без европейских ценностей мы с Кремлем играть не будем». Ну, как говорится, любой каприз за деньги немецких налогоплательщиков, так и запишем, Германия – щедрая душа. Причем нужно добавить, что за два с половиной года полноценной работы «Спектр РГ» успел сделать несколько серьезных открытий. При этом 27 февраля немцы перевели свой телескоп в якобы безопасный режим, то есть банально выключили, но смысл существования «Спектр РГ» как раз и состоит в том, чтобы одновременно функционировали оба телескопа – наш и немецкий. И теперь все будет как должно. Причем это точно не конец истории. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации Ютуба в России, вы теперь наша единственная надежда, что канал будет работать и дальше. Над проектом «Не конец истории» работают живые люди, которым нужна ваша поддержка. Всего лишь раз в месяц 50 рублей, а можно даже 100, позволит нам продолжать работать для вас, потому что нам это очень нравится, надеемся и вам тоже. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Заранее огромное спасибо. Вместе победим!